Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшую острую лапшу. Но понятие острая лапша растяжима. Я вообще не люблю острая, поэтому для меня это очень-очень острая лапша. Еще здесь три яйца деревенских. Сделала вот такой вот глазок, так скажем. Немножко здесь морковки натертые на терке и сухарики, которые остались с прошлого видео. Не выбрасывать же. Так, не знаю даже с чего начать, господи. Такое острое я не привыкла есть. Нормально, есть можно. Как у вас дела? Пишите в комментариях. Как жизнь? Что нового происходит? Я лично для себя решила, что хочу пойти на курсы инвестирования. То есть, как, куда стоит инвестировать и как на этом можно заработать. В общем, хочу изучать что-то новое, как-то развиваться, не стоять на месте. Не знаю, насколько это у меня получится, насколько это сложно, пойму ли я всю эту тематику. Но я хочу развиваться, вот это я знаю точно. Инвестиции меня очень интересуют давно, с того момента, как в универе нам начали рассказывать про это. Раньше я всегда думала, что самая крутая инвестиция – это вложить деньги в жилье. Или в какие-то участки, например. Но нам в универе всегда объясняли, что это как бы тот доход минимальный, который вы получите с этих денег. Вы можете эти деньги приумножить, если у вас есть хоть немножко мозгов. И чтобы инвестировать во что-либо, нужно как минимум хоть немного в этом разбираться. Потому что это дело рисковое. Но мне эта тема интересна. Вот сижу постоянно дома, хочу что-то изучать, как там развиваться. Вообще в любой сфере, в которой вы работаете, я считаю, что лучше не распыляться на разные сферы. То есть, например, у меня экономика. И вот нужно развиваться в этой сфере. Например, моя подруга Жали. Она, например, тренер. У нее очень много учениц и есть очень хорошие результаты. Вот девчонки так худеют прям. Я ей говорю, а что дальше-то? Все нормально. Зачем платить какие-то бешеные бабки? Покупать курсы? Улучшать квалификацию. Все очень просто, чтобы зарабатывать больше. Да и вообще просто развитие тоже не помешает. Вообще не буду вдаваться в подробности, куда именно я хочу инвестировать и чем именно я хочу заняться. Потому что я как бы не профи в этой сфере. Возможно, я сделаю ошибку, но сказав это на видео, получается, что многие могут совершить эту ошибку. Послушав меня. А я как бы вообще нифига не мастер всего этого. Но я верю в себя. Дай бог у меня все получится. Я посмотрела интервью Иван Гая. Он тоже там занимается созданием игр, созданием сайтов. Какую-то компанию там открыл свою по созданию сайтов. Все блогеры стараются как-то развиваться и не останавливаются именно на блогинге. Мне, например, очень интересен профессиональный монтаж. Если бы у меня в дальнейшем бы не получалось с блогингом, или если бы мне надоело, я бы очень хотела заниматься видеомонтажем. Не просто монтаж чьих-то там видео на ютубе, а реально монтаж каких-то больших проектов, каких-то клипов. По мне, это безумно интересная работа. Если мои просмотры когда-нибудь сильно упадут, например, мои видео будут набирать по 2000 просмотров, вот я пойму, что я уже неинтересна на ютубе. Я бы очень хотела заниматься вот этим вот монтажом, не знаю, фотошоп, редактированием фото. И как-то развиваться в этой области, иметь страницу, покупать рекламу, чтобы я прям была такая знаменитая. Я очень люблю монтаж, и мне бы хотелось заниматься этим на более профессиональном уровне. Сейчас, так как у меня есть работа основная, господи, как это остро, так как у меня два канала, наш с мамин канал, стараюсь там тоже выпускать видео. Очень вкусно. Сейчас у меня будет пар из ушей. Вы знаете, у меня последнее время какая-то непруха. У нас сейчас все курсы, все-все-все, перешло на онлайн. Например, я хотела пойти в автошколу и получить права. И как только я это захотела в прошлом году, в марте, так сразу нас всех закрыли дома. Все, пандемия, нигде ничего не работает, школы тоже толком не работают. Представляете? И поэтому строить планы немножко дело рисковое. Непонятно, как оно там будет. и не получилось у меня. Хотя я очень хочу права. Я хочу сама сдать. Чем я куплю права? лучше на эти деньги нанять хорошего специалиста учителя, который реально тебя научит ездить по городу. Пусть это будет 15-20 уроков. Может, даже больше. У меня, например, парень всегда говорит, зачем ты будешь тратить деньги на все это? Я тебя научу, не переживай и так далее. Но я такой человек, я чувствую очень большую ответственность перед собой. Мне сразу кажется, что все. Я сейчас разобью его машину, потом буду чувствовать себя виноватой или что-то сделаю не так. В общем, мне проще заплатить за это деньги. Двоюрный брат тоже говорит, я тебя научу. Парень говорит, нет, я тебя научу. Конечно, ребят, огромное вам спасибо за предложение. Но мне проще и комфортнее будет нанять учителя, которым я заплачу за это деньги. Вот у меня Шелли так училась, Шелли уже хорошо водит. Но у нее тоже до сих пор прав нету. Все, мы собирались вместе пойти отучиться, уже нашли место, договорились и потом их закрыли. Сейчас тоже около моего дома открылись. Вроде как они как-то онлайн обучают. То есть теорию, ты не сидишь на уроке. Они как-то работают, но там только группа на азербайджанском языке. То есть права мне придется сдавать на азербайджанском. Экзамен можешь сдавать ты и на русском. Просто проблема в том, что русскоязычных людей в Азербайджане не так уж уж и много, поэтому группы нету. По идее можно индивидуально, но во-первых, индивидуально мне как бы некомфортно один на один с учителем. Я себя очень некомфортно чувствую. Мне проще, когда я там в аудитории, в классе. Много людей, все задают вопросы. Во-вторых, индивидуально очень дорого. Вы представьте, там сидят, например, 25 человек, и каждый из них платит, а другое дело, я заплачу где-то за 20 человек. То есть индивидуально очень дорого. Поэтому как бы договорились с женой двоюродного брата, подругу мне и Шелле. что мы все вместе пойдем, чтобы у нас была типа группа. Нам объяснили, что это не группа. То есть для группы надо 20 человек. И накрылась наша мечта получить права медным тазом. Я хоть 30 раз пойду сдавать на провал. Но я хочу получить их сама. Чувствую я, что в дальнейшем будут мукбанки с названием не сдала в третий раз, не сдала 26 раз. Это, и ежедневно. последний как это было вкусно сначала мне показалось что слишком остро но сейчас мне наоборот как бы понравился этот соус быстро я управила сегодня потому что еда тоже немного было но это все мои хорошие если вы получили права по зарпачанию то обязательно пишите в комментариях как это было из какой попытки всех люблю целую пока